МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданная студентами Северо-Западного института управления. Мы сейчас подошли к той ситуации, когда всему человечеству необходимо выбрать некий новый путь. И одним из этих векторов развития нового этапа человечества является как раз темой евразийства в широком глобальном смысле. Ведь Евразия – это один континент, но почему-то он определён на две части условно. А континент-то один. И вот на этом континенте всем нам нужно объединяться. И больше всего для этого может сделать именно молодёжь. Мы прекрасно понимаем, что нашим и новым молодым государствам, и нашей Российской Федерации, нужны не просто высоко квалифицированные специалисты, а люди, способные генерировать идеи, рождать новые. А это, конечно, свойственно только молодым. Важны не только политически заявленные декларации и заявления. Самое главное – это сотрудничество в области культуры, науки, образования. Оно даёт ещё больше эффект. Мало того, к объединению призывают сами граждане наших государств. Поэтому та молодёжь, которая здесь собрана – это представители бизнес-сообщества, представители парламентских структур и представители общественности, студенты. Самое главное – это то будущее, которое есть у завтрашнего дня нашего государства. Во Втором Евразийском молодёжном инновационном конвенте приняли участие более 200 студентов и молодых учёных, представители петербургских и московских вузов, а также делегации из Армении, Афганистана, Беларуси, Израиля, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Словакии, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Если говорить про интеграцию, интеграция должна идти на разных уровнях, как на уровне политиков, дипломатов, так и на уровне молодёжи. Естественно, молодёжь может что-то сделать, молодёжь действительно делает. Просто молодёжи важно не забывать о старшем поколении, важно уважать опыт наших старших товарищей. И, естественно, за молодёжью будущее. В рамках конвента состоялось пленарное заседание с участием политиков, экономистов, учёных, лидеров общественных объединений. На круглых столах прошло обсуждение результатов научных исследований по вопросам интеграционных процессов в Евразийском регионе, а также инициатив по совершенствованию молодёжной политики в странах Евразийского партнёрства. Были представлены молодёжные проекты в сфере высоких технологий робототехники и обсуждение экономических аспектов интеграции, развития военно-технического сотрудничества и других вопросов. Один из круглых столов был посвящён украинскому кризису и перспективам выхода из него. Продолжение следует...